На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Матчем в Минске стартовал девятый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Лидер турнирной таблицы Дорожник принимал гомельский ВРЗ. В первом тайме ни одна из дружин голевыми действиями не отметилась. А вот второй тайм начался с гола. Умпирович открыл счет в поединке, правда поразил игрок Дорожника собственные ворота. Вскоре Евгений Клочко удвоил преимущество гостей. Комфортным для вагоностроителей отрыв в счете стал к 34-й минуте. К этому моменту голевыми ударами отметились Рогачев и Селюк. В самой концовке поединка команде Валерия Дайско удалось отквитать один мяч. Гол на счету Скворчевского. Итог 4-1 победа ВРЗ. В Минске БЧ матч девятого тура также проведет в столице. Завтра железнодорожники играют с Динамо БНТУ. Светлогорские ЦКК в воскресенье встретятся на выезде с Гродненским УВД «Динамо». Жлобинский «Металлург» побеждает в очередном матче хоккейного чемпионата страны в экстралигии. Повержена Лида 3-0. Во втором периоде по разу забросили Рак и Лановенко. Точку в поединке в концовке третьего периода поставил Андрей Михнов. В турнирной таблице «Металлург» на шестом месте. В воскресенье «Жлобинской дружине» предстоит играть в Минске против «Юности». Женская сборная Гомельского госуниверситета имени Франциска Скарины выиграла командный зачет Республиканской универсиады по дзюдо. Соревнования проходили в Минске. В активе студента ГГУ 8 наград. Победили в своих весовых категориях Ульяна Миненкова и Виктория Новикова. Кроме того, завоеваны 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Всего же за награды боролись 19 женских команд. В состязаниях мужчин конкуренция была выше. Свои дружины выставили 24 вуза страны. Студенты Гомельского госуниверситета заняли 5 место в итоговом протоколе. На их счету 3 награды. Золото Егора Трухана, серебро у Матвея Шереметьева, бронзу выиграл Станислав Поливач. Еще один гомельский вуз ГГТУ имени Сухого занял 11 место в общем зачете. В копилке Политеха одна бронзовая медаль. Отличился Артем Мазалев. Лучники открыли зимний соревновательный сезон. В Гомеле завершился открытый чемпионат и первенство города по стрельбе из лука. Участие приняли спортсмены из нашего областного центра, а также из Бреста и Бобруйска. За награды первенства боролись лучники в возрасте 15 лет и моложе. Медали чемпионата оспаривали спортсмена от 16 лет и старше. Нынешний зимний сезон особенный. Впереди Олимпиада в Токио, а потому все старты будут с прицелом на подготовку сборной страны к главному старту четырехлетия. В плане соревнований чемпионат страны и республиканская спартакиада. Воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта планируют привести награды с обоих стартов. В том году наши спортсменки заняли третье место на чемпионате в командных соревнованиях. В этом году будем стараться также зацепиться за медали на взрослых стартах, то есть на чемпионате в спартакиаде. В том году и в спартакиаду наши спортсмены выиграли. В чемпионате Гомеля у мужчин весь пьедестал заняли гомельчане у девушек серебро и бронза. В первенстве гомельские девушки выиграли золотую и серебряную медали юноши, серебряную и бронзовую. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.